Расим Попшуов Образовательная платформа запускается. Поэтому напомни, пожалуйста, буквально парой слов нашим телезрителям, что себя она представляла. Ну, это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы по важным для его, по его мнению, направлениям, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Да, действительно, как я ранее говорил, это отличная возможность, мне кажется, для каждого человека. Ну, вот сейчас хотелось бы перейти к тому самому. Если в прошлый раз, в прошлом нашем диалоге мы не могли конкретно поговорить об образовательной платформе, показать нашим телезрителям, как она выглядит, как нужно проходить задания и так далее, то сейчас, я так полагаю, у нас есть такая возможность. Конечно, конечно. Ну, тогда давай выведем презентацию на экран, я надеюсь, что она уже появилась на ваших экранах, дорогие телезрители, и попрошу тебя презентовать, собственно говоря, эту площадку. Ну, если мы только заходим на нашу платформу, мы видим встречающую нас страницу, где коротко сказано о платформе, для чего она создана, и краткая пошаговая инструкция, как проходить обучение на нем. То есть это регистрация, выбор курса, вкладки курсов, потом выбор нужного урока, то есть они тоже разделены, чтобы человек, если, например, тот или иной урок уже знает, он может уже перейти сразу к следующему. После этого он проходит тестирование, то есть после того, как ему выдали видеолекцию, он сразу же на месте проходит тестирование, и пока он не наберет нужное количество баллов, и у него не осядет то количество знаний для прохождения к следующему этапу, ему следующие видеолекции и курсы недоступны. После чего, как он целый курс проходит, ему генерируется сертификат за подписью министра, и все, он уже в данном направлении является как минимум специалистом. Отлично. Ну, мне кажется, вот это вот ключевой аспект, именно вот выдача сертификатов, некая подтверждающая бумага, что он прошел эти курсы с печатью вашего ведомства, мне кажется, будет достаточно весомой в дальнейшем. Вот подскажи, пожалуйста, сколько вот направлений вы запустили сейчас, как на них зайти, что для себя лучше выбрать? Вот в данный момент, если мы переходим к курсам, то мы сейчас можем увидеть следующие курсы, это курсы по HTML и CSS, потом курсы по JavaScript и курсы по PHP. Также у нас добавлены курсы по дизайну. Вот подскажи, пожалуйста, какого характера видеолекции размещены на сайте? Сможем ли мы показать их прямо сейчас? Конечно, конечно, сайт уже функционирует. Вот мы сейчас переходим во вкладку, например, курсы по HTML. Вот нам сейчас доступно 7 уроков. Это по данному направлению записано 7 уроков. И если мы, например, откроем первую вводную часть, то нам открывается первое – это видеоматериал, и также добавляются две кнопки. Это получается скачать лекционный материал, что, по-моему, очень важно, когда нужно на бумаге что-то иметь, чтобы где-то посмотреть, где-то пользоваться как некой пошаговой подсказкой и так далее. И также тестирование. То есть человек может смотреть видеолекцию и сразу же проходить эти тестирования. То есть ему не обязательно дожидаться до конца и так далее. Нет никаких ограничений. Главное, как бы человеку было удобнее это сделать. И у нас появляется тестирование, и после этого тестирования он нажимает кнопку «Отправить», после чего, если его баллы достаточны, чтобы перейти к следующему уроку, ему открываются следующие видеокурсы. Но я так полагаю, это все происходит моментально. Да-да-да. Это вот, например, результат по тестированию приходит в течение 2-3 секунд. Расим, ну вот если с видеолекциями и, скажем так, заданиями мы сразу разобрались, то подскажи, пожалуйста, какого характера тесты содержатся в рамках вашей платформы? Сложные ли вопросы? Ну, тесты относительно несложные, но при этом я бы не сказал, что они легкие и на них можно просто так ответить. К ним в любом случае надо подготовиться, то есть просмотреть видеоматериал, в котором все подробно объяснено. И после просмотра видеокурсов, ну мне, например, как человеку, который далеко я не программист, но мне было легко проходить эти тесты, поскольку, когда тебе пошагово объясняют, что за чем следует, тебе уже довольно-таки легко отвечать на эти вопросы. Ну вот, например, мы возьмем вопрос, какой тег используется для заголовка верхнего уровня? И тут есть четыре варианта. P, N1, B, R, E, M. Все это было объяснено в видеолекции, и поэтому как-то легко уже после видеолекции сразу же на месте ответить на эти курсы, точнее вопросы. Ну вот подскажи, пожалуйста, как, а точнее, наверное, даже что проверяет правильность ответа? Ну, здесь мы посмотрели вообще все практики, которые есть на рынке, так скажем, и пришли к выводу то, что сразу нужно отметать ручную проверку, поскольку в ручной проверке это первое время, а второе это всякие ошибки бывают, это все-таки ручной труд, всякие заминки и так далее, возбежание всего этого, и чтобы все было прозрачно, все проверяет автоматикой. И все происходит в течение двух-трех секунд, поэтому человек нажал кнопку проверить, ему сразу же выдается его результат, и поэтому у него нет вопросов там, а кто проверял, почему у меня такие-то, такие-то баллы и так далее. Отлично. Ну вот подскажи, пожалуйста, все-таки это сайт, и причем это платформа, которая только вами подготовлена, только написана, и хоть она прошла все возможные стадии проверки, все равно могут возникнуть какие-то ошибки, я так полагаю. В случае возникновения каких-либо ошибок в рамках вашей платформы, куда следует писать? Ну, смотрите, в случае возникновения ошибок у нас есть два варианта. Это либо связаться с службой поддержки самой платформы, либо же уже позвонить в министерство, и мы сами тоже постараемся проконсультировать, поддержать человека, и если у него есть даже те или иные вопросы, которые просто у него возникли в ходе изучения, так скажем, платформы, мы с удовольствием на них ответим. Отлично. Все для людей, что называется на самом-то деле. Ну вот сейчас, Расим, подскажи, пожалуйста, а полностью ли платформа готова к приему большого количества пользователей? То есть не ляжет ли она в первые часы работы, если пойдет большой поток людей? Ну, последнюю неделю мы ее тестировали практически на 200%, поэтому сайт полностью себя показал. Точнее, мы в самом начале видели, какие есть ошибки. Это нормально, что есть ошибки. И главное их было исправить. Мы выявили те недочеты, которые нам не позволяют вывести работоспособность сайта на полную, и устранили их. И сейчас, например, сайт спокойно может работать в 200% своей мощности. Расим, ну вот сейчас я бы хотел перейти, точнее вернуться чуть-чуть назад и немного поговорить о сертификатах. Я так полагаю, что человек получает один сертификат за каждый пройденный курс? Да, конечно, именно, потому что это отдельное направление, и было бы весьма неграмотно выдавать один общий сертификат за прохождение платформы. Поэтому по каждому курсу, который он проходит, ему отдельно генерируется сертификат с названием курса, с количеством уроков и так далее, чтобы сертификат тоже содержал конкретику, что именно человек прошел и за что именно ему выдан сертификат. Ну вот подскажи тогда, пожалуйста, где хранятся все эти сертификаты? Они хранятся, вот если мы сейчас откроем папку «Профиль», в этой вкладке у человека хранится вся его информация, то есть сколько он курсов прошел, его сертификаты. Также он может здесь отредактировать свой профиль, и помимо всего этого у него здесь есть кнопка «Получить сертификат», данный, который он выбрал, и при нажатии его ему генерируется сертификат, который он может скачать в PDF и распечатать, и использовать его в дальнейшем. Ну вот говоря о самих курсах, хотелось бы отметить следующий момент. Если мы представим такую ситуацию, человек проходит, скажем так, обучение по одному из курсов, но в это время выходит какой-то потрясающий новый курс, который он тоже хочет пройти и не хочет его где-то там потерять и так далее, и так далее. Есть ли какой-то инструмент, который позволит, я не знаю, выделить этот курс, чтобы потом сразу перейти к прохождению следующего? — Естественно. Вот, например, это была пометочка с Ютуба, когда мы, например, можем посмотреть какое-то видео, но в данный момент у нас нет возможности его посмотреть, мы можем его добавить в избранное. Ровно таким же образом у нас есть вкладка «Мои курсы», и здесь человек, как ему отображаются курсы, которые он сейчас проходит, так же ему здесь отображаются курсы, которые он добавляет в избранное. То есть он может проходить, например, во-первых, он может проходить несколько курсов параллельно, но для удобства, насколько практика показывает, люди предпочитают проходить один курс, потом приступать к следующему. И для этого у нас есть во вкладке «Мои курсы» есть избранный, есть курсы, которые он в данный момент проходит. — Действительно, очень и очень удобно. Но, Расим, сейчас я бы хотел отметить, что в рамках нашей телепередачи, как ты наверняка помнишь, существует интересная и своеобразная традиция, каждый наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы ты им хотел пожелать? Все мы с вами слышали эту фразу, которая сопровождает нас с детства «Век живи, век учись». Поэтому я бы хотел пожелать всем телезрителям учиться, не покладая рук. Тем более в эпоху интернета, когда это весьма легко, и есть для этого все инструменты. Тем более сейчас появляются такие площадки, бесплатные площадки, на которых можно научиться буквально всему. Поэтому учитесь, еще раз учитесь. — Спасибо большое за твои пожелания. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был Расим Попшивов, советник министра по делам молодежи Карачаева Черкесской Республики. Расим, спасибо тебе. — Вам спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова